Всем привет! Сегодня у нас будет на ремонте перфоратор NoCort. Делаю его ремонт просто посмотреть как он выглядит изнутри. Запчастей на NoCort у меня нет и на него по идее 5 лет гарантии, но гарантией мы не занимаемся. Это в Яндекс скорее всего отправлять надо. Но клиенты принесли к нам. Первое что видно по этому перфоратору он это копия Боша и что бросилось мне в глаза кабель здесь он хоть и короткий но блин он такой толстый он чем у Боша, чем у Макиты кабеля. Такой добротно сделан 2 на миллиметр. Китайская фирма Джи Шианг Анда Электрик Вайер Кабель Компани ЛТД. Давайте включим. По звуку слышно. Проблема у него не бьет. Я давлю на сверло. Вообще ноль реакции. А так все работает реверс. Давайте вскрывать. Пытался снять ручку не снимается. Ручка сделана как у Боша тоже здесь механизм удержания. Открутим электрику. Винты здесь под крестовую отвертку. Да, выключатель конечно и реверс. Желтый. Дешевенько выглядит. Купить этот перфоратор можно на Яндекс.Маркете. Это принадлежит Яндексу бренд. Ноу Корт. Ссылка будет в описании. Стоит он 2 999. Короче 3000 рублей. Вот подумайте. Можно таких 3-4 купить. Либо один Макита или Бош. Вот так здесь резина наплавлена. Смотрим что за выключатель. Ну такой на Бош подойдет. Или от Боша. Давайте снимем щетки. По электрике здесь копия Боша. Щеточки конечно дешевенькие. Перфоратор особо поработать не успел. Но опять же его может убили им в режиме отбойника. Работали все время. В таком режиме сломается абсолютно любой профессиональный даже перфоратор. Дальше открутим. А да. Кстати. Не показал изначально сам корпус. Если здесь видите. Такое разделение равномерно идет. А с этой стороны поменьше вплотную. Я пытался затянуть. Ну короче криво он как-то прикручен. Пластик не совпадает. Хотя все затянуто. Пластик не совпадает. А с этой стороны поменьше. А с этой стороны поменьше. но это прям как у боша все якорь извлекать не буду смотрим ротор подшипники нормально но видно что новенький бронированный давайте глянем что за подшипник аудо здесь как принципе и на боши бывают аудо встречается но в основном на китайцах это как бы не самый плохой подшипник здесь тоже под крест затянуто сильно отвертку нужно фига крутишь прям конкретно затянуто это пошло это сорвал есть достаем порог передний тоже по принципу боши сделан шайбой металлической закрыт снимать его не буду подшипники хорошие вы делали смазочка там новая видно переключатель снимается скрипчу также как и у боши до нажали до конца и в эту сторону и достаем точно такой же также подойдет бошевский либо от другого любого китайца копии боша там калибр и прочее патрон также подойдет от боши не люблю я эти патроны конечно чуть-чуть отличается здесь обычная шайба там больше специальная чтобы колпачок держался здесь у нас все по стандарту здесь у нас все по стандарту съемный стволец вот уже повырезы магнитиком до 3 4 стволец и ударник боёк точнее все кубош сальник есть зеленый сальник стоит сейчас вытру пока претензий ничему нету зеленый сальник зеленый сальник сальник здесь здесь тоже игольчатый подшипник смотрим сюда ну что прям копия ну и вот мы видим видите он опилки внизу это говорит о том что скорее всего как я и предположил использовали в режиме отбойника и ударник встрял цилиндр скорее всего не вытащим ее да намертво но остальном ну блин я могу сказать это bosch конечно запчасти хуже для дома для дома за 3000 рублей очень даже классный перфоратор это не реклама никакая мне яндекс не платит за эту и не присылал на его на обзор хотя мог бы и прислать да надо верить вот эту херню вытащить сюда как ее выбить попробовать сюда тюкнуть прошло Теперь плоской отверткой. Не надо отверткой. Снимаем. Сняли и можно достать. Кстати здесь тоже вот состояние подшипника нормальное. Можно извлечь пьяный. Что-то его там приклинило. Вылазь. Ничего нового и необычного. Больше такой же точно. Короче все запчасти можно легко найти. Вильза у меня есть аналоговая тоже не оригинал. Хотя попробуем достать байок. Это тоже разберем. Эту надо почистить. И глянуть состояние резинок. Так что я предполагаю что перфоратором просто неправильно пользовались. Что привело к данной поломке. Не более того. Это может случиться как я уже говорил с любым перфоратором. Извлек я байок. И как раз именно байок коцанный. И в новую тоже. В самом начале не лезет. Может его полирнуть. Оборвать. Оборвать. Есть. There it is. Просто дезинцами упал. Я буду включать separator. Я буду тушить 여기서. Я буду включать местные секунды. Я буду изучать. Возможно. резинку покоцала резинку поменять вот это естественно тоже поменять но есть просто пилки повреждений нет нормальная шайба боёчек чуть-чуть под уставший ударник точнее боёк хотя может такой бы скорее всего такой был он даже нормальный попробуй повернуть полирнул тут короче вот есть какая-то фигня сейчас нормально работает отберем резиночки я предполагаю что это вот три резинки 176, 610, 210, 176, 178 и 187 давайте проверим треток по памяти вот так идет у нас отсюда ловитель бойка это копия вот этого Пойдет вот сюда. Смажем. Все колечки, перед тем как натягивать, должны быть смазаны. Есть. Третья. Третья, третья. Вот тут есть Интерсколл, а есть Бош. Мы Интерсколл поставим, потому что Бош будет жирно. Итак, эти две резинки оригинальные. Не факт. Они, видите, скорее всего, не отсюда. Хотя, ну да, это не отсюда. Сюда нужно другое. По тоньше. Интерсколл складываем на место. И ищем другое колесо. 121. Либо это. Либо вот 105. Скорее всего, вот это. Вот это прямо оно. Да, оно здесь сидит. Так, как и надо. Короче, собираем. 105, значит. Все, меняю гильзу. Неоригинальную. И получается раз, два, три колечка. Собираем. Ну, я показывать не буду, как я его собрал. Проверим уже в работе. Провернул его еще сильнее. Сзади, чтобы было. Наверное, остались, конечно, какие-то. Но, тогда, до этого, тут чувствовался переход. А сейчас, не чувствуется. То есть, вообще гладко. Следы от нагрева просто остались. Когда он перегревался. Так что. Будем пробовать. Собрали. И проверяем. Работает. Сейчас в пенек посверлим. Работает. Сейчас в пенек посверлим. Отлично сверлил. Что новый? Какие выводы? Выводы. Для дома отличный перфоратор. Вот. Стоит ли такое нести в ремонт? Я думаю, нет. Потому что, ну, три тысячи рублей. Сколько я за ремонт должен сейчас его взять? То есть, я прокладок поставил. С учетом того, что это бошевские, там рубля на полтора, наверное, будет. Но я еще не считал. Ну, то есть, сами понимаете. От чего такая ситуация произошла? Не могу сказать. Либо это брак, либо и работали как отбойником. Два варианта. Остальные запчасти вообще все выделали. Так что, покупать или не покупать, решайте сами. Ссылка, где купить, в описании. Я думаю, четыре перфоратора можно взять и ушатывать их на стройке. Отдавая отдыхать. Вместо одного того, что больше. Чисто для пробы. Ну, на этом всем пока. Кстати, уже чип подорожал. Вчера 2 999 был. Вот я заходил. Сегодня уже 3 300. Ну и опять стоит учесть, что перф работал в организации, а это еще увеличивать шансы на то, что была неправильная работа. А не брак. Продолжение следует...